Субтитры делал DimaTorzok Республика получила новую партию вакцин от COVID-19. Сколько жителей региона ждут приглашения на прививку? Школа фермеров открылась в Удмуртии. В год села республика присоединилась к всероссийскому образовательному проекту. И наши в национальной сборной студенты из Ижевска будут представлять Россию на мировом первенстве WorldSkills в Шанхае. Почти три десятка жителей Удмуртии пострадали от морозов. В ожоговое отделение 1-й республиканской клинической больницы за прошедшие выходные поступило рекордное количество пациентов с обморожением. Медики отмечают, среди пострадавших большинство людей трудоспособного возраста и только один бездомный. Из 27 человек, обратившихся за помощью, 11 были госпитализированы с тяжелыми холодовыми травмами, при которых, по словам врачей, неизбежна ампутация. Один в Завьялово пошел в магазин, поскользнулся, упал в яму. Увидели только дальнобойщики. Пролежал он сколько-то в этой яме, ну сколько-то часов, а на ногах были одни галоши, пожалуйста. Второго случился эпиприпадок. Тоже не сразу был обнаружен. Следующий, значит, больной вызвал Яндекс.Такси в состоянии алкогольного опьянения. Вырвало человека, таксист выгнал из машины. Все, тоже отморозился. То есть вот у каждого своя история. Среди пострадавших есть и девушка, которая вышла на улицу в капроновых колготках. Почти все жертвы были в подвыпившем состоянии. Алкоголь, предупреждают врачей, не согревает, как многие считают, а ведет как раз к тяжелым обморожениям. Риск получить холодовую травму остается. Зима в этом году бьет температурные рекорды. Так, с середины февраля отклонение от климатической нормы составляет 19 градусов. По прогнозам синоптиков, значительное потепление наступит только в выходные. В ночь на пятницу столбик термометра еще будет достигать отметки минус 27. А вот днем в субботу синоптики обещают потепление до минус 4 градусов. И, несмотря на морозы, Ижевск отметил День защитника Отечества. Центром праздника стал мемориал трудовой боевой славы. Ровно в 9 утра к вечному огню были возложены цветы. Память погибших воинов, исполнявших свой долг, почтили минутой молчания. Это очень правильно в отношении нашего подрастающего поколения, потому что защищать Родину для Ульмуртии и для России никогда не было лозунгом. Это было святой обязанностью. Мы всегда, все поколения, будем помнить о том, какие подвиги совершали наши предки. И этим будем давать пример нашим будущим, нашим потомкам, тем, кто будет служить, кто будет защищать Родину мирным трудом или с оружием в руках. А после возложения праздничные мероприятия продолжились в Сквере Победы. Сад памяти появится в этом году на территории республики. Так называется экологическая акция. Она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны и пройдет весной по всей Ульмуртии. Но основной площадкой станет Воткинский район. Об этом сообщили представители регионального Минприроды. В рамках акции планируется высадить порядка 2000 деревьев, а всего в планах на этот год провести лесовосстановление на общей площади свыше 9000 гектаров. В соответствии с федеральным проектом, план на этот год у нас стоит 9,2 тысячи гектаров. В каких районах, то есть фонд лесовосстановления у нас есть, конечно же, во всех районах республики. Также это будет, соответственно, там, где будет лес рубиться, то есть Мисинский, Увинский район, там, соответственно, он будет восстанавливаться. Это только планы. Реальные цифры могут оказаться и выше. Так, в прошлом году новые леса высадили на площади свыше 11 тысяч гектаров. Это значительно больше, чем планировалось. Школа фермера открылась сегодня в Удмуртии. Это федеральный образовательный проект. В этом году в нем участвуют 15 регионов. Каждый мог сам выбрать направление учебного курса. Каким компетенциям будут обучать в год села, аграриев республики узнала Елена Абуховская. 15 регионов, более трех сотен участников Удмуртия в режиме телемоста присоединилась к федеральному проекту школа фермера. В Удмуртии в аграрный проект заявились четыре десятка человек с приветствием к начинающим фермерам. Обратилась заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Мы со своей стороны будем поддерживать направление движения школы фермеров, будем стабильно обеспечивать поддержку фермеров на территории нашей страны. Мы, соответственно, очень надеемся, что 15 регионов, когда станут 30 регионами, дальше мы охватим всю страну фермерским движением по нашей школе. Пилотный проект школы фермера уже реализовали четыре российских региона. В этом году к проекту подключились еще 15, а Удмуртия как раз в год села. Для обучения выбрали два перспективных для развития в регионе направления – ремесленное сыроделие и мясное скотоводство. Для нас это сейчас очень интересное направление, и мы считаем, что они перспективные достаточно. И Удмуртская республика здесь отличается своей активной позицией со стороны фермерских хозяйств. У нас очень много молодых, интересных фермеров со своими идеями, проектами, которые должны быть обязательно реализованы, в том числе с использованием данного инструмента. Школу фермера запустили в Удмуртии на базе сельхозакадемии. Будет и теория, и практика в онлайн и очных форматах. Обучать основам кооперации в аграрном бизнесе, эффективному продвижению и избыту продукции будут преподаватели аграрного вуза и приглашенные эксперты. Конечно, в рамках семинаров таких теоретических и решения ситуационных задач мы будем справляться своими силами на базе академии, потому что и у академии есть свои площадки. Но, конечно, когда мы будем говорить об отраслевых задачах и кейсах, конечно, мы будем перемещаться на площадку ведущих наших работодателей. Всегда сложно самостоятельно, без чьей-то поддержки и помощи, прийти к какому-то хорошему результату. Поэтому эта учеба будет именно в помощь, потому что тут преподают именно практики. Обучение в школе фермера для студентов бесплатно. Это совместный проект экспертов высшей школы, банка и регионального минсельхоза. Курс рассчитан на два месяца. В конце аграрии получат дипломы о профессиональной переподготовке, а еще возможность работать и продвигать свое дело. Елена Абуховская, Василий Хохряков. Новости. Новая партия вакцины от COVID-19 пришла в республику. Удмуртия получила на этот раз более 10 тысяч доз. В первую очередь ими планируют привить учителей, воспитателей, соцработников, сотрудников предприятий жизнеобеспечения и правоохранительных структур. Напомню, записаться на прививку можно через портал госуслуг, в регистратуре своей поликлиники или обратившись на горячую линию. По данным регионального Минздрава, на сегодня первым компонентом в Удмуртии привиты уже порядка 24 тысяч жителей республики. Из них половина – люди старше 60 лет. Еще около 5 тысяч граждан прошли второй этап вакцинации. В листе ожидания сейчас находится 6 тысяч человек. Впервые в Удмуртии студент колледжа попал в национальную сборную WorldSkills. Ижевчанин Максим Соковнин стал призером российского чемпионата в компетенции веб-дизайна и получил шанс представлять нашу страну на мировом первенстве в Шанхае. Как идет подготовка к конкурсу, посмотрели наши журналисты. Сначала нужно было сделать так, чтобы мы могли редактировать экспонаты, потом сделать, чтобы мы могли загружать картинки. Специальное задание для участников национальной сборной России Максим Соковнин в деталях разбирается своим первым тренером по веб-дизайну Анной Камашевой. Педагог вспоминает, в колледже Максим веб-разработкой увлекся сразу. Вскоре стал участником целой серии олимпиад и конкурсов. А за три года разработал более 50 проектов с использованием современных веб-технологий. Он прошел все этапы WorldSkills Россия. И в итоге, что беспрецедентно вообще для нашего колледжа, занял третье место на нацфинале в российских соревнованиях. Это достойный уровень? Это очень достойный уровень. Представьте, он среди 50 с лишним регионов, которые принимали участие в веб-разработке, занял, стал третьим. Это просто колоссально. Тем более, у нас были очень сильные конкуренты. Педагог признает, Максим один из лучших и креативных ее учеников, а еще гордость всего колледжа. Впервые в Удмуртии студенту СПО досталось место в национальной сборной WorldSkills Russia. Теперь Максим будет представлять нашу страну на европейских и мировых чемпионатах молодых профессионалов. Чтобы быть достойным соперником, тщательно готовится. Чемпионат, по сути, как спортивное состязание. Эксперты, как тренеры, ставят задачу. Участники сборной выполняют задания в режиме онлайн. Форматируют сайты, пишут программы. Одно из заданий нужно было сделать сайт для музея в Казани, потому что у них уже старенький сайт, им нужен новый. И сейчас мы в сборной делаем этот сайт. Сначала мы в одной части делали серверную часть, а сейчас делаем уже клиентскую. Я считаю, что WorldSkills это некий шанс показать себя и начать свой старт в карьере. Он официально в сборной. Уже подписан приказ о том, что он туда зачислен. Мы видели его фамилию, он действительно там состоит. И мало того, он еще активно тренируется. То есть он постоянно на связи с тренерами из Челябинска. Это международный эксперт. Вообще эксперты мирового уровня его сейчас готовят к будущим соревнованиям. Будущее соревнование, а это мировые старты, запланированы на 22-й год. Сроки перенесли из-за пандемии. Европейский этап состоится в Санкт-Петербурге, а мировой чемпионат пройдет в Шанхае. Наталья Байгодина, Елена Абуховская, Юрий Дроздов. Новости. В Вавожском районе сегодня стартовали 27-е республиканские сельские зимние спортивные игры. Официальная церемония открытия состоится завтра, а сегодня уже начались соревнования, и первыми игры открыли баскетболисты. Всего в программе сельской олимпиады 8 видов спорта, в том числе хоккей, полиатлон, шахматы, шашки, лыжные гонки и состязания спортивных семей. Соревнования продлятся до конца недели. Тысяча спортсменов со всей Удмуртии разыграет 26 комплектов наград. Ну а сельские подростки сейчас готовятся к другим состязаниям, не спортивным. В этом году они смогут наравне со взрослыми стать участниками выставки сельхозживотных. Что такое детский ринг, расскажут наши журналисты. Привет, моя любимая лошадка Ностальгия. Сейчас я расчешу тебе две гривы. Смотри, какая она у тебя красивая, белая. Белоснежная грива, хвост, а окрас в серое яблочко. Орловский рысак Ностальгия – украшение всего племенного хозяйства. Чувствуют настроение и уже без слов понимают школьницу Татьяну. История дружбы девочки и лошади началась прошлым летом на заводской конюшне в селе Булай. Здесь конюхом работает дядя школьницы. Он и познакомил будущих друзей. Таню привел покататься. И все, ей понравилось. И начала она ходить, помогать, чистить, ухаживать за ними, кормим. Я начала к ней приходить, расчесывать, ухаживать, чистить ее. Она тебя сейчас узнает? Да. Она очень красивая, послушная. А от других животных чем лошадь вообще отличается? Она краской другой, она спокойная очень, не кушается. О своем любимом четвероногом друге Татьяна расскажет всей Удмуртии. Она стала участницей детского смотра конкурса «Сельхоз животных. Детский ринг». Такой впервые в год села запускают в Удмуртии для детей от 7 до 18 лет. В рамках большого традиционного смотра племенных животных. Прием заявок уже стартовал. Конкурс пройдет в два этапа. На протяжении марта участники в режиме онлайн будут представлять своих подопечных. Коров, телят, свиней, пушных зверей, птиц. Детский ринг – это безусловно межрегиональное событие. Уже семь регионов страны активно откликнулись на наше приглашение принять участие. Ну и с территории Удмуртской республики поступают заявки. Три заявки с наших районов уже поступили к нам в обработку. На Удмуртский детский смотр уже заявились и представители племенного конного завода Ленинградской области, где занимаются разведением лошадей арабской чистокровной породы. А имена победителей отборочного этапа детского ринга назовут 24 мая. Они станут участниками очного этапа конкурса наравне с профессионалами отрасли, представителями племенных заводов Удмуртии в конце июня. Елена Абуховская, Юрий Дроздов. Новости. На этом наш выпуск подходит к концу. Будьте здоровы и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин